Уважаемые гости, у нас сегодня вторая часть подцикла, цикла искусства жить, психолог Северина Ларина Владимировна. Предыдущую часть можно посмотреть у нас на канале в Ютьюбе Харьковский областной центр культуры и искусства, как и все наши другие лекции, мероприятия, открытия, выставок и так далее. Но Ларина Владимировна сегодня тезисно пройдется о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Небольшой анонс. Эта выставка у нас заканчивается в субботу до 7 часов вечера. Она будет экспонироваться. И с 8 ноября в 17.00 я приглашаю всех на открытие следующей выставки. Выставка украинских художниц Абрамовой Инны Есенченко-Татьяны. «Путешествие сердцем». Выставка живописи. На ней будет тоже ряд мероприятий, собственно, циклы лекций и творческие встречи, как обычно. 13 ноября «Красиков. Экслибрис Михаила Красика об искусстве». Седьмая часть по страницам антологии современной русской поэзии Украины. Все в 17.00. Единственное только 14 ноября с 16.00 просмотр видеозаписи оперы Шарля Гуно Ромео Джульетта из коллекции «Чайка» Эдуарда Григорьевича. 15 ноября в 17.00 цикл лекций по искусствоведению Репин, неизвестный художник, ректор, доктор искусствоведения Шила Александр Силович, автор этой выставки. 20 ноября в 17.00 следующая встреча с Лариной Владимировной, третья часть по циклу «Что мы знаем, чего мы не знаем о мужчинах». 21 ноября – продолжение цикла лекций Андрея Юрьевича Корнева «Путешествие на Дальний Восток. Культура, события, люди». И 22 ноября – творческая встреча с Татьяной Сенченко и Инной Абрамовной. Владимир Владимирович, прошу. Добрый вечер. Итак, товарищи, я тут вижу тех, кто был у меня на предыдущей лекции. Для тех, кто не был, я просто чуть-чуть пройдусь, потому что сегодня у нас очень много материала. И так мужчин и женщин – это всегда два полюса, или, скажем так, две стороны одной металли. И часто мужчины не знают женщин, женщины не знают мужчин, совершают кучу ошибок. В общем, это разговор о том, как можно меньше их делать. Для того, чтобы мы вошли в курс дела, я все-таки вот эту вот парадигмочку вывесила. Мы с вами посмотрим, скажем так, вот систему ценностей, что на первом месте и что спускается ниже. Значит, когда мы говорим об отношении мужчин и женщин, то, в общем, то самое главное в их отношениях не дети, а отношения я плюс он, или в зависимости от того, кому мы говорим, я – она. Дальше идет, посмотрите, пожалуйста, пространство любви пары. Следующий круг идет – дети. Мы делаем ошибку, когда детей ставим вот сюда. А все-таки самое главное – это вот это. Дальше дети. Кстати, дети появляются, когда переполнено вот это пространство любви пары, и когда можно вот эту любовь передать. А не тогда, когда женщины для того, чтобы удержать мужчину, говорить, ну вот я рожу ребенка и привяжу его этим. Это глубочайшая ошибка. Следующий круг идет – родители и родственники рода. Не наладим вот эти взаимоотношения, поверьте мне, что ничего хорошего здесь не будет. Дальше спускаемся – творчество, деятельность и работа. Все работоголики, обратите внимание, на это я, прежде всего, моя большущая ошибка была. Вот, многокомнисти – раз, два, три, четыре, пять. Творчество, деятельность и работа на пятом месте. Как-то говорят, работать нужно честно, хорошо, но, извините, главное – это вот это. Спускаемся ниже. Друзья, увлечения, природа, животные и тому подобное. Все это в целостности, как будто бы как яйцо, но все-таки главное – это я плюс он. И вот сегодня мы будем говорить о тех ошибках, которые делают женщины, общаясь с мужчинами, настаивая на том, чтобы либо подчинить их своей воле, либо самим подчиниться. В их отношениях нет в этом случае ни любви, ни свободы. Они мужчины, ни женщины, они могут существовать, если нет любви и если нет свободы. Любовь исчезает, испаряется, уходит. Я не знаю, как еще подумать, какой глагол добавить, для того, чтобы было совсем понятно, что если нет свободы, любовь уйдет в обязательном порядке. Итак, товарищи, вот посмотрите у нас. Общество учит его, что он должен быть настоящим мужчиной, и он стремится воплотить в себе все те качества, которые делает его невозможным. Откровенность и подлинную близость женщины, которую он любит. То есть вот эта вот эмоциональная часть, которую хочет видеть женщина, она мужчине исторически отсутствует. Он привык быть охотником, добытчиком. Да, я еще хочу предупредить. У меня идет речь о настоящих мужчинах. Мы сейчас не говорим о недостатках и во всем остальном, и о недостатках женщин, которых будет у них тоже очень много. Мы говорим о, скажем так, очень хорошем варианте. Итак, о очень хорошем варианте мужчин, и подумаем о том, что же они из себя представляют. Итак, вот учили быть мужчинами, недоверчивым, подозрительным, скрывающим свои чувства, внешне сильно непобедимым, конкурирующим, знатоком внешнего мира, независимым, одиноким. И, простите, практически все блокбастеры и все остальное заканчивается, помните, да, как бой солнца, и как бой одинокий на лошади едет туда-куда-то вдаль, один. А увлечение его женщинами, как бы так, вне экрана, вне событий, он должен быть сильным, он должен быть независимым, скрывающим свои чувства. Что хочет видеть женщина? Женщина хочет видеть в эту правую сторону, доверчивым и открытым, показывающим свои чувства, обнаруживающим свою уязвимость, сотрудничающим, знатоком внутреннего мира, чувствующим потребность в нас. Это то, что мы хотим. Ну, товарищи, значит, не забывайте о том, что мужчины воспитывают женщины, вот с маленьких лет. К сожалению, сейчас, чем больше мы обходим, сказать, от 50-х, 60-х годов, все-таки у нас основное внимание, женщины уделяют мальчикам, они их воспитывают так, как они считают нужным. А поскольку часто семьи распадаются, все ложится на плечи женщины, то получается не мужское воспитание, а женское. И дети, мальчики привыкают с детства быть в центре внимания, мальчики хотят, чтобы ними восхищались. То есть они имеют ряд особенностей, которые в конечном итоге женщинам, когда женщины будут с ними встречаться, они будут нравиться. Итак, все-таки, что мы хотим и что мы видим? Ну, что мы видим, это я потом буду говорить. А вот идеальный вариант, на что обратили внимание исследователи, скажем так, десяток качеств, чуть больше, которым должен обладать мужчина. Ну, настоящий мужчина, тот, который вызывает восхищение женщины. И тут будет противоречие. Еще раз повторяю, мужчина воспитывает женщина. Она хотела бы его видеть вот с теми чертами, которые я сейчас перечислю. Но как она его воспитывает? А воспитывает она не так, чтобы получить вот эти черты. Сначала я вам прочту, в принципе, набор качеств, которые присущ, должен быть присущ и женщинам, и мужчинам. А потом только те качества, как считают ученые, которые должны быть присущи настоящему мужчине. Итак, вот этот наборчик золотой. Подумаем, встречаем, встречаем. Итак, общее для мужчин и женщин. Это мудрость. Он наполненный любовью. Любовь, свобода, честность, здоровье, психическое, физическое и духовное. Сексуальность. Ну, сексуальность имеется в виду вот весь набор качеств, которые присущи отдельно мужчине и отдельно женщине. То есть, вот половое различие. Тут имеется в виду не вот это сексуальное поведение, которое мы называем, а с английского языка секс это пол переводится. То есть, вот эти гендерные различия. Итак, сексуальность, культура, чувство, юмора, достоинство, масштабность. Я плюс семья, плюс род, плюс народ. Уникальность, осознанность, современность, мировоззрение, стиль, мода, доброта, творчество, любовь к себе, забота о своем здоровье, гармоничном душевном состоянии. Это то общее, что должно быть, по идее, присущим мужчинам и женщинам, если они нормальные, мы же говорим только о нормальной. А вот теперь то, что считают исследователи, должно быть у настоящих мужчин. И так, и знакомимся с тем, а вот это те, на которых мы обратили бы внимание и сказали бы да. Итак, что же для них? Активная жизненная позиция, благородность, великодушие, выносливость, выдержка, ответственность, деятельность, исследовательская натура, остроумие, упорство, предприимчивость, интеллигентность, вот это вот качество. Мне кажется, вообще, ужасно, как у динозавров, вымирающие, потому что чем больше я вижу молодежь, соприкасаюсь с ней, мне кажется, что у них насчет интеллигентности не очень. Хотя есть марийская пословица, нет плохой молодежи там, где есть хорошие старики. Так что тут тоже все взаимосвязано. Лидерство, логичность, надежность, нежность. Мужчина должен быть джентльменом. Оптимизм, трудолюбие, решительность, самодостаточность, самостоятельность, сила воли, сила духа, сила физическая, твердость, уверенность в себе, хозяйственность, харизматичность, храбрость, целеустремленность и щедрость. Вот то основное, что выделили. Здесь они просто расположены в алфавитном порядке, поэтому сказать, что на первом месте, что на втором, это все они абсолютно важны и нужны нам, правда? И вот когда мы встречаем мужчину, если вот в нем вот это все есть, то мы, конечно, говорим, ах, и делаем все возможное для того, чтобы он был рядом. Получается это или нет? Вот если мы не делаем ошибок, то все получается, а если делаем, то не получается. И мужчина, и женщина, и такие явления разные совершенно, но взаимосвязаны. И каждая женщина хочет нравиться мужчине. Я еще не встречала тех, которые бы не хотели нравиться, хотя некоторые говорят, что там вообще не это самое. Тем не менее, когда мы видим мужчину, мы делаем жест, определенный эмоций. У нас несколько иной взгляд. Мы иногда хотим приблизиться к нему. Мы чуть-чуть ближе подходим, чем тогда, когда мы просто со служивцей, коллегой, женщиной разговариваем. То есть мы проявляем какие-то особенности в своей поведении, которые не присущи, когда мы общаемся с женщинами. То есть мы, в принципе, даже своим взглядом можем дать понять, что мы готовы к общению. Итак, все-таки это два пояса. А теперь обратим внимание на то, а что же нравится мужчинам в женщинах. Есть так называемые законы привлекательности. Вот ученые из университета Небраски проследили за движением глаз мужчин, когда те рассматривают фото незнакомок. Выяснилось, что в основном они скользили взглядом по груди, талии, бедрам и в гораздо меньшей степени по лицу. Дольше всего мужчины разглядывали фигуристых женщин с выраженной талией. И это, естественно, у обладательниц пышных бедер доченого стана, как правило, высокий уровень эстрогена. И значит, не будет проблем с деторождением. Так что можно не переживать, если у женщины широкие бедра, а женщины иногда переживают. Большинство мужчин считают это достоинством. И это подтверждает невероятную популярность. Дженнифер Лопес, например. Пышные ягодицы так ценятся, в том числе потому, что на их фоне талия смотрится особенно хрупко. И ученые даже установили идеальное соотношение объема бедер и талии. Ну и целых 7 десятых. Так, вот мужчины сначала смотрят на эти внешние данные. Обратите внимание, лицо потом. А сначала вот все эти формы. Заложена природа и продолжение рода. Считается, что женщина широкими бедрами пустенько забеременеет. Ну так вот, с одной чисто визуальной и родит нормального, хорошего ребенка. Далее. Если не слишком повезло с тонкой талией и глазами-бриллиантами, нужно брать естественную ухоженностью и умело подобранным макияжем. Но перебарщивать ни в коем случае нельзя. Мужчины не любят крайности, им милее средняя внешность. С биологической точки зрения она означает, что у человека намешаны гены от разных предков, а значит, сильная иммунная система. Однажды ученые провели эксперимент. Взяли 15 фото женщин, соединили их в одну, затем попросили мужчин оценить все 16 снимков. Победила усредненная красавица. А до этого, лет 15 тому назад, санкт-петербургские ученые тоже проводили очень интересный эксперимент. Почему? Потому что особенно молодые и совсем молоденькие девоньки переживают по поводу своей межности. Были расставлены фотографии женщин молодых, не очень молодых, красивых и, мягко выражаясь, не очень красивых. Самое интересное, что заходили в комнату мужчины по одному, выбирали фотографии и фиксировали ученые, что же не выберут и так далее. Так вот, ни одна из фотографий не осталась невыбранной. То есть, каждый выбирал вот то, что он хотел. Так что, вот в этом плане мы обращаем внимание. И, естественно, вот на средний уровень. Мужчины, почему-то, очень боятся суперкрасавиц. А вот средний уровень их, в общем-то, очень устраивает. Далее, женщина, ребенок может нравиться мужчинам. Во-первых, гармоничные пропорции тела, конечно, сильная карта в колоде женщины, но и не единственная. Например, у нас Твиги была модель, ее фишкой стали огромные наивные глаза. Мужчины питают слабость к дамам с женственными чертами и детскими одновременно. Полные губы, маленькая нижняя челюсть, большие глаза. Вот портрет красотки на все времена. Такое можно простить даже отсутствие аппетитных форм. Мужчины ведутся на бэби-фейс и губки-бантиком, кавычка, конечно, опять же, из-за обилия женских половых гормонов, которые они интуитивно улавливают. Ученые установили чувственные губы показатель высокого уровня экстрагена, аккуратный подбородок правильного развития по женскому типу. И само совершенство. А есть серенькие мышки, для которых трудно понять, что в них уходит мужчины. По-настоящему прекрасные женщины делают правильные симметричные черты лица. Кстати, абсолютная симметрия в природе редкость. Такие люди кажутся нам сексуально привлекательными, физически здоровыми и приятными в общении. Именно поэтому женихи ищут симметричных невест, а невесты женихов. Так мы снижаем вероятность выбрать себе спутника жизни с плохими генами. Асимметричность в облике это прямой намек на сбой в программе внутриутробного развития в результате различных инфекций токсинов, сильного стресса. Вот обратите внимание, либо слишком непропорциональные руки у женщины, либо глаз бывает один синий, другой, другого цвета, вот эти разные вещи. Какое-то наличие легкого горба и так далее. то есть вот все эти вещи говорят, ну вот не Бог пометил человека, это как бы предостережение, осторожнее, какие-то могут быть проблемы в развитии, возможно, это все накладывается, накладывается отпечаток на характер и так далее. То есть природа всегда предупреждает нас и в мужчине, когда мы видим нечто, физический какой-то недостаток, и в женщине. То есть говорят, остановись по-ду-май, не идти как мотылек на свет, можно будет загореть. Итак, вот это то, что нравится мужчине. Я должна сказать, что их интересы вот в области внешности, ну скажем, достаточно примитивные, потому что ни одна женщина не пойдет рядом с мужчиной в замстом и так далее, только потому, что у него длинные красивые ноги. А мужчины, извините, тоже иногда вот именно выбирают так, либо ноги, либо глаза, либо там все остальное, все вещи. Почему я об этом говорю? У нас в последнее время культивируются в фильмах, в которых мы видим эти мыльные оперы и сериалы, вот, ну вы все смотрите, да, обольщение эти женщины, которые там с разрезом здесь, для того, чтобы мужчина посмотрел на ее, скажем, форму и на все остальное. Мужчины потом начинают злиться, они, безусловно, реагируют, и очень быстро реагируют на то, как женщина одевается, как она себя представляет и так далее. Но это, извините, будем так говорить, просто половое влечение. И серьезных отношений с такой женщиной, ну мужчина особенно долго продолжать не будет, потому что он прекрасно понимает, он же не такой наивный, он прекрасно понимает, что его просто ловят, его просто используют, а мужчины терпеть не могут, когда их используют. то есть женщина, если у нее, простите, в голове пусто, а она только своими формами завлекает и ведет себя соответствующим образом, скажем так, достаточно доступно, ну естественно, мужчина воспользуется тем, что доступно, но уважать такую женщину никогда не будет. Ну это не мои выводы, это и мои тоже в какой-то степени, но это все то, что подчеркнуто, безусловно, из литературы и из разговоров с ребятами, с молодыми мужчинами, которые имели очень много женщин, о чем не отказаться, зачем отказываться, когда тебе такое все плывет в руки, красивое внешнее и так далее. Но продолжительных отношений с такими особыми никогда не будет. Ну вот даже факт из моей жизни, молодости, скажем так, далекой, у нас по соседству жила ну красавица, ну это не то слово, придраться вообще не к чему было. В глаза, носик-то чумный, талия там, берем руками бедра, ноги, ну вообще. И я когда спрашивала у супруга, ну они жили частный сектор, жили рядом, я говорю, скажи, ну вот видишь, вот как-то так, у меня партнеры меняются, 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 замужества нет, как-то. Он так посмотрел на меня выразительно и говорит, ну ты знаешь, как тебе объяснить? Объяснить, я тебе этого не могу, ты как-нибудь сама поймешь. Ну и потом, вот я этот пример в прошлый раз приводила, как-то мы встретились в парикмахерской, эта женщина открыла рот, и я поняла, почему они долго не задерживаются. То есть мужчине, серьезного мужчине, ну встретиться может, простить и переспать может, но брать женщину, которая, ну можно ее показать внешне, ну мужчинам тоже нравится, чтобы его партнерша нравилась и остальным. Но если он серьезный, то в серьезной компании, если дура откроет рот при всех своих даже формах, то это его будет унижать. Скажут, слушай, нормальные мужики, скажут, где ты эту дуру, идиотку взял. Вы не понимаете, о чем я говорю. Хотя внешне это просто было супер-пупер и все остальное, до тех пор, пока рот не открывало. Это ясно, да? Вот эти вещи. Но самое главное, товарищи, дорогие женщины, я же говорю, что мы вот зависим от мужчин, мужчины зависят от нас, мы вот так взаимосвязаны. И мы часто о себе в принципе очень многого не знаем. И как всегда, мы сейчас проведем с вами очень маленький тестик. Вот. Лумарочки у вас есть? Крандашики есть? Вот. Ну, те, кто ходит, знают. Вот маленький, маленький совсем. Я сейчас вам прочту некоторые вопросы. Там будут пункты ответа А, Б, В. И, значит, посмотрите. Значит, это в интерьере и спальни. И интерьер спальни, оказывается, отражает характер женщины, темперамены, даже отношения с мужчинами. Кому нужно. Так. Нет, давать ничего не надо, вы что ли, я вас умоляю. Нет, имеется в виду интерьер, это сейчас вы все услышите. Значит, итак, пожалуйста. Да, ну, вот то, что есть. Итак, представьте, 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 это не только то, что у вас есть, а возможно, то, что вы хотели. Вы же знаете, как трудно сделать ремонт. Это нужно выносить все вещи и так далее. Я, может быть, что-то хочу, но я как подумаю, что нужно выбросить и так далее. Вот все мои желания. А мы говорим об идеальном варианте. Вот хочется, хочется вот это. Итак, все, приготовились, товарищи. Вам рядом с цифрочкой нужно поставить буквочку А, В или В. Больше от вас ничего не требуется, есть всего вопросов. Итак, внимание, представьте спальню своей мечты. В каких тонах она выполнена? Варианты ответов. А в красных, фиолетовых или черных. Это А. Б в голубых или зеленых. В в желто-оранжевой цветовой гамме. Вот вы пишете рядочком буквочку. Еще раз. А. Красные, фиолетовые или черные. Б. Голубые или зеленые. В. Желто-оранжевая цветовая гамма. Тут нет того цвета, который я хочу. Ну, приблизительно. Это же люди делали тесты. Это же не я делала. Цифра 2. Как организовано освещение в твоей комнате? Вот то, что ты хотела бы. А. У меня несколько неярких светильников, которые придают обстановке интимность. Это А. Б. Верхний свет и бра рядом с изголовьем кровати для чтения перед сном. В. Яркие светодиоды, и необычные светильники для создания современного динамичного интерьера. Третий вопрос. Где, на твой взгляд, лучше расположить в спальне зеркало? А. На потолке или во всю стену комнаты. Б. На туалетном столике. В. На дверце шкафа купе. Успеваете? Четвертое. Какое спальное место ты выбираешь? А. Двуспальную кровать. Б. Не слишком широкую кровать или компактный диван. В. Раскладывающийся диван или кровать-трансформер. Пятое. Какого цвета пастельное белье тебе больше всего нравится? А. Яркое однотонное. Б. Пастельных оттенков. Однотонное или же в легкую полосочку. В. Цветное с контрастными или графическими рисунками. Шесть. А какой ткани ты отдаешь предпочтение? А. Шелку. Б. Хлопку или льну. В. Бамбуковому полотну. Семь. Как правило, ты постоянно используешь А. Пару комплектов повседневного постельного белья и комплект для особого случая. Б. Два комплекта для себя и один для гостей. В. Более трех комплектов под разное настроение. Восемь. В безголовье твоей кровати находится А. Несколько подушек разных размеров и форм. Б. Одна подушка для сна. В. Подушка для сна и любимая мягкая игрушка. Девять. В чем тебе комфортнее всего спать? А. В нижнем белье или изящной кружевной сорочке. Б. В уютной пижаме. В. Обнаженной. И последний десятый. Застилание постели для тебя. А. Абсолютно бесполезное занятие. Я не считаю нужным тратить на него время. Б. Ежедневный ритуал, который приносит мне умиротворение о комнате уютный и опрятный вид. И. Рутинное дело, на которое я периодически готова махнуть рукой. Вот смотрите, что у нас получается. А теперь посчитайте, сколько у вас букв А, сколько Б, сколько В. Тут у вас может быть какая-то буква преобладать, а может быть такой вариант, что у вас несколько букв. Я прочту и то, и другое, и третье. И пока вы считаете несколько замечаний тех, кто эзотерикой занимается и так далее. Значит, идеальный там вариант любят многие зеркала, но желательно, чтобы ваша кровать не отражалась в зеркале. Это не к тесту совсем относится, просто чтобы вы знали. Для девушек, которые хотят выйти замуж, не надо спать на односпальной кровати. Если есть возможность, купите себе двуспальную кровать и спите на двуспальной кровати. Ну, вот так рекомендуем товарищи, поэтому, так сказать, выбирайте. Посмотрели, что у вас больше? А, В, да? В зеркале не должна кровать отражаться. Если зеркал большой, кровать же там отражается. Ну, значит, мы же говорим об идеальном порядке, а я предупреждаю, что нежелательно, чтобы ваша кровать отражалась в зеркале. Некоторые делают так, на весь потолок и все видно, некоторые на всю стену и вся кровать видна. а можно, а можно, так сказать, вот куда-нибудь в шкафчик засунуть или еще что-то. Когда люди создавали вот этот тест, очевидно, что не знали о некоторых нюансах, потому что зеркало это вещь очень серьезная, вы же знаете эти вещи. Итак, читаю, что означает А, что означает Б, что означает В. Итак, если у вас больше букв А, называют это темпераментное, ты эмоционально привыкла брать от жизни максимум и получать удовольствие. Для тебя не существует запретов, а на пути к цели ты готова использовать любые средства, особенно в любви. Ты успешно знаешь себе цену, обожаешь флифтовать, получать подарки и комплименты от мужчин. Ты сексуально и любвеобильно, но тебе непросто найти партнера, которому твоя свободолюбивая натура готова покориться. Это у нас А. Теперь Б. Б у нас. Ты не склонна поддаваться порывам страсти. Здравомыслие помогает тебе выстраивать ровные отношения с партнером. Твои сексуальные предстрастия не выходят за рамки классики. Пробовать что-то новое ты не стремишься, из тебя получится хорошая жена и мать, но убежденность, что лучше, плохо, а не кину свой, мешает тебе жить так, как хочется и вынуждает оставаться в изживших себя отношениях. И, наконец, Б. Белеменчивое. Ты человек настроения, ты ведешь себя, как капризный ребенок, ты становишься рассудительной и холодной, ты умна, образована, что делает тебя интересным собеседником, а открытость, умение чувствовать людей, юмор, позволяет тебе быть душой компании. с тобой не бывает скучно, но не каждый мужчина сможет опустать твой темперамент и привыкнуть к тому множеству ролей, которые ты постоянно меняешь. Ну, те, у которых там А, Б или все вместе, значит, у вас там этот конгломерат, все вместе и так далее. Но чаще всего бывает либо одно что-то, одна группа, либо, понятно, да, либо две. Ну, значит, фифты-фифты, или в какой-то там определенной последовательности. Ну, и вот женщины. Теперь вы немножко о себе больше, может быть, знаете. Вот, сами отношения, если можно дальше поставить, в взаимоотношениях с мужчинами, вот тут вот, ждите, пожалуйста, мы ожидаем от мужчин компетентности в тех вопросах, которые для них абсолютно неведомы, в которые женщины, как правило, прекрасно разбираются, способности выражать эмоции, быть чувствительными, тактичными в умении любить. Вот на этом мы сосредоточимся в следующий раз. Многое из того, что принято считать поступками любящих женщин, в кавычках, играет деструктивную роль в наших взаимоотношениях с мужчинами. И вот сегодня мы остановимся на шести ошибках, которые делают женщины. Если можно сладить это и оставить, не видны вот эти ошибки. Шесть там дальше. Следующий слайд, шесть ошибок. Вот. Шесть наиболее крупных ошибок, которые совершают женщины, в взаимоотношениях с мужчинами. Вот первая ошибка. Женщины ведут себя как матери, обречаются с мужчинами как с детками. Вторая ошибка. Женщины приносят себя в жертву мужчинам и ставят себя на второе место после мужчины, которого любят. Третье. Женщины влюбляются в потенциальные возможности мужчин, а не в то, что они из себя представляют в настоящий момент. Четвертое. Женщины скрывают свои достоинства и компетентность. Пятое. Женщины добровольно подчиняются мужчинам. И шестая ошибка. Женщины ведут себя как маленькие девочки, чтобы получить из мужчины то, что они хотят. Вот. Иногда это бывает одна ошибка, иногда прямо вот удается и все вместе шесть делать, но тем не менее вот это ошибки. И вот мы сейчас с вами, товарищи дорогие, и остановимся на этих ошибках. Сначала с первой начнем, а потом дальше пойдем. Итак, первая ошибка у нас это когда мы начинаем играть роль мамы. Дело в том, что очень многим мужчинам это поначалу нравится, особенно если мама была заботливая. То есть мы что делаем? Заботимся как мама. и им это нравится. Тут рубашечка, тут носочки. Бросил мы подняли. Ты не забыл? Напоминаю. Я вам сейчас назову фразы. Итак, говорили ли вы когда-либо мужчине следующие вещи? Любимый, ты не забыл свой кошелек? Не забудь зайти на обратном пути в химчистку? Ты помнишь, что нужно заплатить просроченный счет за электричество? Ты знаешь, что газовый баллон почти пуст? Ты забыл забронировать места? Не волнуйся, я сама позвоню. Ну и так далее. Такие варианты. То есть мы практически с мужчиной ведем себя как с маленьким ребенком. Значит мы знаем где у него галстук лежит, мы знаем где что и так далее. И многие вопросы решаем за ним. В результате мужчины полагаются на нас и лишаются той самостоятельности ради которой они живут. и что из этого получается? Значит во-первых мы за них делаем те вещи которые они должны делать сами. Во-вторых ведем игру слов чтобы получить информацию. Ты голоден? Не хочешь ли отбивнушечку? Не хочешь ли там еще что-то? так далее. Далее напоминаем о том что они должны помнить сами. Не забудь зайти к врачу после работы. например ворчим как на детей сколько можно говорить тебе. Берем на себя ответственность за то что по вашему мнению они не могут делать хорошо. Поправляем их особенно в компании и говорим нет это был не Киев это была Одесса. Это естественно ошибки. И в результате мы получаем следующее. Почему так происходит? во-первых женщин готовят к материнству и хвалят за материнское поведение. Если женщина хочет заслужить любой мужчины она себя так и ведет. Она хочет стать необходимой незаменимой для этого мужчины и мужчина привыкает получать материнскую опилку и любит когда о них заботится. мужчина чувствует себя любимым когда вы обращаетесь с ним как мать. А в чем минус? Мужчина испытывает раздражение он восстает против вас ему надоедает чувствовать себя неполноценным он правляет свою некомпетентность как он думает он чувствует что его осуждают и критикуют у него падает самооценка а когда мужчина недоволен собой он начинает меньше любить вас и наконец вы убьете страсть ваших взаимоотношений потому что что такое мама мама это сексуальных отношений я надеюсь понятно поэтому постепенно нужно естественно избавляться вот этих проблем в отношениях с человеком как мама не напоминать можно привести такой пример но не действовать злоб понимаете иногда женщины в порыве гнева там чего говорят ну ты вообще понимаешь что ж ты как маленький они сами его приучают а потом говорят в порыве гнева ну что ты как маленький ребенок вообще что я должна все знать где положил вот если начинает перевоспитывать ну где положил свои носки там и возьми я больше за тобой пинать не буду не буду убирать в конце концов привыкни к порядку ну понятно да ну это скандал и тому подобное или например ну вот вы начинаете как-то постепенно культурно воспитывать товарищей значит вот человек рассеянный привык что вы все время напоминаете ну вот вы едете допустим на машине и нужен там где-то поворот для того чтобы доехать к примеру в дом отдыха где у вас там путевка и вот вы сидите вы поставили цель больше напоминать не будете и так далее и вот едете едете вот доезжаете до поворота стоит знак а ваш мужчина привык что вы ему всегда напоминаете и проезжает мимо этого знака у вас все в середине кипит но вы же поставили себе цель что вы не будете напоминать едете 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 проезжаете лишних 40 километров уже смиркается понятно да товарищ наконец понимает что явно не туда заехали вас хватает если хватает выдержки и так далее он смотрит на вас и говорит ну ты же знала вы говорите да конечно знала но ты понимаешь мягко я конечно знала об этом но ты знаешь я хотела чтобы все таки ты заметил это и так далее так чтобы не было скандала и так постепенно можно мужчину отучить от этой опеки которую вы сами добровольно взяли потому что все хорошее с вашей точки зрения оно все заканчивается я вам объяснила цепочка что получается мужчина который перестает себя уважать падает самооценка он не уважает себя естественно относиться к вам не будет понятно так как надо и постепенно опять же таки вот это все отношения сойдут на нет и ему захочется рядом с собой женщину которую нужно завоевывать которая не будет его опекать которая будет чувствовать в отношении к себе женщине а теперь вы же у нас уже ознакомились с шестью ошибками я прочту вам маленький рассказик а вы сами определите какой тип ошибки есть и был у этого человека значит вот такая вот заметочка сначала скажут тебе надо по-другому одеться потом скажут что надо похудеть потом что надо энергичнее двигаться и смотреть веселее оптимистичнее и не жаловаться снять прическу надо прочитать модную книгу и фильмы для саморазвития посмотреть а когда похудеешь сменишь прическу наденешь другие вещи и начнешь оптимистично улыбаться скажут что ты слишком старый и что-то доделать так один муж сказал жене с которой 25 лет прожил когда она в спортивно-модном костюмчике шагалась с ним в трудном походе с тяжелым рюкзаком за спиной всю жизнь она худела надрывалась в спортзале качала пресс делала стрижки как мужу нравилось и смотрела фильмы которые ему нравились и читала книги которые он рекомендовал а в отпуске отсплавлялась по рекам и ползала по горам и вечерами у костра отмахиваясь от комаров пела бардовские песни под гитару муж любил именно так проводить отпуск вот жена все делала так как ему нравилось внимала критики старалась а потом он рассердился что она медленно идет с рюкзаком и сказал ты слишком старая и что делать с такой критикой это не вес и не прическа не новый фильм о космическом сознании который можно посмотреть 55 лет никуда не денешь и становится тяжело тащить рюкзак и переть по чищу и распевая песни четверть века человек все делал как хотел другой человек ради сохранения брака чтобы любили чтобы понимание было а потом муж широкими быстрыми шагами ушатал далеко вперед а она сидела на рюкзаке и плакала она очень устала как маленький седой гномик сидела в лесу и плакала без всякого оптимизма потому что прожила не так как хотела молила себя голодом потела в спортзалах бродила по тайге и ползала по горам в отпуске а хотела совсем дыхого тихих вечеров на море пирожки испечь ходить иногда в кино на мелодрамы носить длинные волосы на диване лежать изредка с книжкой в театр ходить в красивом платье она прожила не свою жизнь она делала как мужу нравилось она не хотела его потерять а он назвал ее старой и бросил в лесу зачем она так медленно тащится она дошла до электрички бросила в лесу тяжеленный рюкзак на билет хватило и то хорошо уехала смотрела в мутное стекло на мрачный лес из которого выбралась чудом она выбралась а кто-то нет и до сих пор худеет стрижется отдыхает и ест не так как хочется а так как надо другим это зря потому что потом все равно могут бросить в лесу потому что мы слишком старые и медленно тащим рюкзак а вот теперь зная вот эти ошибки а о какой ошибочке или о группе ошибочек здесь идет речь из этих шести вторая да приносит себя в жертву и ставит себя в второе место после мужчины конечно совершенно верно а теперь сберем еще одну ошибочку тоже интересная но это уже для более молодых товарища это было совсем для молодых ну скажем так чтобы в какой-то степени предостеречь возможных ошибок итак как часто мы готовы к самообману ради призрачной мечты девушка милорада была приветлива и мила чудесная наша милорада пели птицы когда она шла по улице милая добрая красивая подхватывали прохожие однажды милорада открыла дверь своего дома и на пороге увидела огромного рыжего таракана какой мерзкий противный был этот таракан как безобразно шевелил гниющими усищами однако он заговорил так проникновенно о чудесная милорада слуга тебе достиг моего далекого королевства спаси меня ведь я принц мерзой семнадцатый если ты будешь искренне любить меня днем кормить и поить чистить мне панцирь а ночью петь песни и охранять мой сон то я превращусь снова в принца и смогу осуществить все твои заветные мечты стать принцессой было так необычно и заманчиво что милорада решила потрудиться ради высокой цели добрая девушка пригласила мерзоя в свой уютный дом с этого дня ее жизнь изменилась все время уходило на бихаживание мерзоя он требовал чтобы она с утра до речи крушила продукты и рассыпала крошки по своему когда-то чистому уютному домику таракан распитал все больше девушка чистила его рыжей панцирь закручивала на пигуде усы а сама превращалась в заморашку друзья забредавшие к ней по старой памяти пытались разуметь неужели ты не видишь это рыжий паразит он никогда не превратится в принца несчастные они просто завидуют мне моему счастью и будущей роскоши думала милорада и спрашивала таракана ну когда же ты превратися в принца ты недостаточно стараешься и любишь меня не так уж искренне с упреком отвечал таракан поглаживая усы милорада понимала что мерзвой говорит чистую правду она вовсе не любит его и она упрекала себя в неискренности работала все больше и больше как-то на заре девушка вышла из дома в сад подышать свежим воздухом и видела солнышко скажи мне обратилась она к светилу в отчаянии долго мне еще терпеть противного таракана я так хочу быть принцесса но я очень устала от меня отвернулись все друзья солнышко ласково погладило девушку лучиком и произнесло избавься от иллюзий и посмотрит на все трезво таракан останется жадным и неопрятным тараканом навсегда солнце не могло завидовать в этом милорада была уверена она взяла большой веник пошла в дом и прогнала противного мерзуя он пытался кричать обвинять ее жестокости и жадности сулить неограниченные возможности в будущем но она больше не верила ему выгнав паразита девушка набила чистоту и порядок поставила всюду благоухающие цветы через месяц ее руки зажили кожа и волосы новый пренеблеск дом наполнился веселыми песнями и шутками друзей а я рада поняла главное не стоит гнаться за далекими но несбыточными мечтами особенно если они связаны с тем кто ищет от отношений с тобой исключительно личную выводу а это какая ошибка какая третья а вторая там не повторяется и вторая отчасти повторяется да а еще третья вот и пятая тоже и третья третья уже сказали то есть вот очень много вместе соединяются ну это сказать притча таракани вы сами понимаете ну у нас же иногда мужчины говорят ну вот я сейчас разбогатею я там где-то что-то да девушка говорит маме мам, ну он такой ты знаешь ну вот да сейчас ему трудно ну вот он ты знаешь вот у него такие потенциальные возможности та-та-та-та-та-та а это с потенциальными возможностями лежит на диване ничего не делает и так далее и так далее то есть в общем-то реально нужно оценивать у себя и вот все эти вещи и фактически вот первая третья там и так далее Это роль мученицы в любви. Если хотите, вы сейчас проверите, являетесь ли вы отчасти мучениками любви. Тоже, опять же, такие маленькие тестики, и проверите, мученицы или не мученицы, кто же вы знает. Так, сейчас посмотрим, где у него все вещи насчет мучения. Итак, опять же-таки, отвечайте себе так, как считаете нужно. Единственное, вам потом нужно будет посчитать. Значит, что у нас получается? У нас будет с вами 10, опять же, таких утверждений. Это не вопросы. Но вы себе так в справочке напишите, что если у вас это случается очень часто, то вы должны поставить себе ноль. А если у вас просто часто, то до 4 баллов. Если иногда 8, а если почти никогда или очень редко, то до 10. Еще раз повторяю. Если у вас это часто происходит, ноль. Очень часто, ноль. Если просто часто, 4. Если иногда 8, редко или почти никогда, 10. Ну, понятно, да? Итак, вы увидите сейчас 10 наиболее характерных черт мучениц во время любви. Кстати, женщины сами себе делают этими мученицами. Мужчина не может ее заставить. Ноль, часто 4. Часто 4. Очень часто ноль. Иногда 8. Редко или почти никогда 10. Итак, поехали. Первое. Первое. Вы считаете, что должны ходить на цыпочках вокруг вашего спутника, чтобы не рассердить или не расстроить его. Второе. Вы чувствуете, что ваш партнер не всегда обращается с вами с должным уважением. Третье. Вы чувствуете себя на работе или с друзьями более уверенной в себе и сильной, чем в обществе вашего спутника. Четвертое. Вы чувствуете себя на работе или с друзьями более уверенной в себе и сильной, чем в обществе вашего спутника. Четвертое. Вы чувствуете неловкость, когда вам приходится выражать свои негативные эмоции своему партнеру. Пятое. Пятое. Вы испытываете сомнения, когда вам нужно о чем-то попросить вашего друга и порой задаетесь вопросом, не слишком ли вы требовательны. Шесть. Вы чувствуете, что ваш партнер относится к вам хуже, чем вы к нему. Восемь. Ваш спутник ведет себя по отношению к вам без должной любви, а вы стараетесь окружить его еще большей заботой и вниманием, надеясь заслужить его расположение. Восемь. Вы считаете, что вам надо постараться убедить вашего партнера, что вы заслуживаете любви, нежности и имеете право на свободу и правенство. Девять. Вы часто защищаете вашего партнера или извиняетесь за его поведение как перед собой, так и перед окружающими. И, наконец, десять. Вы часто злитесь на себя за свое постоянное истребление уводить мужчине, но даже если вы даете себе клятву никогда больше этого не делать, вы все равно продолжаете мириться с тем, что вас любят меньше, чем вы заслуживаете. Теперь посчитайте сумму этих всех очков. А второе может повторить? Второе повторить. Вы чувствуете, что ваш партнер не всегда прощается с вами с должным уважением. Теперь для себя посчитайте, а я бы по результатам прочитаю просто, что у вас получилось и что надо делать. Посчитали, да? Или нет? Посчитали. Посчитали. Вы чувствуете, что вы думаете о проблеме в будущем, поработайте над собой в тех направлениях, где ваши оценки наиболее низки. 60-79. Вы не являетесь мученицей во имя любви в полной мере, но вы достаточно часто подчиняетесь мужчине в определенных сферах взаимоотношений. Страх потерять спутника или вызвать у него неодобрение мешает вам потребовать от мужчины должного к себе уважения. Постарайтесь больше любить себя и меньше идти на компромиссы. 40-59. Внимание. Хотите вы признаться себе в этом или нет, но вы выступаете в роли рабыни. Вы позволяете мужчине плохо с собой обращаться и не отстаиваете свое достоинство. Вы настолько привыкли жертвовать собой во имя любви, что никогда не чувствуете себя естественно и комфортно в обществе мужчины. Последуйте советам людей, которые более опытные. И начните наконец испытывать в себе хотя бы часть любви, которую вы так легко дарите мужчине. От нуля до 39 баллов тревога. Вы профессиональная мученица во имя любви. Осознаваясь, сколько ужасно обращаются с вами мужчины, вы практически полностью утратили уважение к себе. Не ждите, что вас будут любить, если вы сами не начнете любить себя. Пришло время встать и начать чувствовать себя женщиной, а не половой тряпкой, которую вытирают ноги. И делать это нужно срочно. Используйте все возможные средства. И вот естественно мы унижаем свое женское достоинство. И позволяем мужчинам обращаться с нами так, как мы никогда бы не хотели, чтобы обращались с нашими дочерьми. Не защищаем свое достоинство тогда, когда это делать необходимо. И мы живем в страхе вызвать неодобрение или заслужить критику партнера. Жить удовлетворяясь значительно меньшей любовью и вниманием, чем мы заслуживаем. И каждый раз, когда вы позволяете мужчине обращаться с вами неуважительно или недостойно, вы утрачиваете уважение к себе. И отсюда запутный круг негативной самооценки. Мужчина унижает вас, снижается ваша самооценка, вы не защищаете себя и вы испытываете психологический дискомфорт. Единственный способ разорвать этот порочный круг – стать на свою защиту и сохранять чувство собственного достоинства. Не позволяйте относиться к себе неуважительно и недостойно. Поступая так, вы будете сами испытывать к себе уважение. В результате вырастет ваша уверенность в себе. И в следующий раз вы уже не позволите гнижать себя. Итак, значит, вот вывод по поводу нашей сегодняшней с вами встречи. Ну, он сам напрашивается собой. Пытаемся понять мужчину. Не унижаем себя, любим себя в первую очередь. Но не эгоистичной любовью, такой, знаете, а все остальное нипочем. Но любить нужно себя. Проверено на опыте и на личном, и на опыте всех, кого я консультирую. Когда женщина уважает и любит себя, когда она думает о себе хорошо, что вот я такая, такая, такая. В глазах окружающих вот эта ее самооценка, ну, скажем так, слово такое, высвечивается. Это как бы сказать, как эталон. Вот на ней такая надпись. Я такая. А если женщина думает о себе, что вот она недостойна, что вот на нее не обратили внимания, там, или еще что-то, у нее и в походке это отражается. И обычно мужчины, ну, в общем-то, так и реагируют. То есть вот эта мысль материальная, она вкладывается в голову даже самых красивых иногда. Кстати, я не могу сказать, что самые красивые всегда самые счастливые. Вот женщины обычно завидуют самым красивым женщинам, а им достаточно трудно. Мужчины их опасаются, особенно если красивые и умные, это вообще ревучая смесь. Иногда у них завышенная самооценка, а иногда скрытая, заниженная. Она внешне демонстрирует, якобы, о-хо-хо, а на самом деле, глубоко ранима и так далее. Ну, со всеми вытекающими особенностями. Итак, мы стараемся понять мужчин. Мы стараемся их должным образом оценить. Мы стараемся их воспитать сначала с малых лет, своих собственных сыновей, для того, чтобы потом они, в общем-то, стали взрослыми и самодостаточными. Для того, чтобы потом наши дочери влюблялись в этих мальчиков, которые воспитывали другие мамы, и чтобы эти мальчики имели ряд положительных качеств. Но самое главное, чтобы мы, как женщины, не допускали, ну, вот, хотя бы вот эти шесть ошибок. В той или иной степени все эти ошибки каждая из нас допускает. И мы-то все вместе. Иногда одну, иногда в большей степени, иногда меньше, но, тем не менее, эти ошибки допускаются. Их допускать не надо, нельзя. Иначе, я еще раз повторяю, в любом случае, знаете, вот то, с чего я начинала, и мужчина, и женщина, это как бы две стороны медали. Когда женщина теряет самоуважение, или когда она наседает на мужчину, а он теряет самоуважение, да, потеряв самоуважение к себе, мужчина перестает женщину меньше любить. Вот чем дело? Мужчина любит успех. А если он теряет самоуважение, у него успеха нет. Неуспешный мужчина не нравится женщинам. Ну, круг замкнулся. То есть успешная женщина в чем-то обязательно, успешный мужчина. Женщина, которая понимает, умеет слушать. Мы с вами, наверное, в следующий раз еще поговорим о том, как надо уметь слушать. Любая женщина, даже самая некрасивая и так далее, и так далее, на которую, может быть, сразу не обратят внимания. Но, если она, это искусство, если она умеет слушать мужчину, а в следующий раз мы обязательно прямо потренируемся, как надо уметь слушать мужчину, она выигрывает по сравнению с самой суперкрасавицей и тому подобное. Но мужчин нужно уметь слушать. Они любят, когда их слушают. Ну, вот такие вот вещи. Любите мужчин. Дай Бог, чтобы вас любили и нас любили. Ну, и не совершайте ошибок. Следующая встреча у нас будет, мы продолжим вот эти темы. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!